Мама Павла Минеева играет на фортепиано. С детства юноша впитал любовь к музыке, однако пошел обучаться игре на баяне. За четыре года Паша достиг отличных результатов, которые демонстрирует теперь на региональном и всероссийском уровнях. В конце февраля в Новашине прошел областной открытый конкурс юных исполнителей на народных инструментах имени Гусева. На нем Павел представил два произведения – фугетто и волынка. Было немножко страшно, но потом приехали другие участники и стало немножко комфортнее с другими. Волынка была немножко сложная в одном моменте, где надо было делать крещендо, а в фугете в конце у меня немножко не получилось замедления. Павел выступал в группе детей 9-10 лет, состоящий из 15 участников. Несмотря на самокритичность, он уверенно сыграл оба произведения и занял первое место. В конкурсе таланты продемонстрировали более 60 учащихся игры на баяне, аккордеоне, домре, балалайке в возрасте от 8 до 15 лет из Нижегородской, Костромской и Владимирской областей, Карелии и Якутии. Я с Павлом занимаюсь первый год. До этого он занимался с преподавателем, с Фасоновой Ниной Алексеевной. Она сейчас вышла на пенсию и теперь занимаюсь с Павлом я. Это был наш первый конкурс. Конечно, полгода у нас ушло на притирку друг к другу, на привыкание, то есть познавание Павла моих требований, я познавала Пашин характер. То есть не такая уж легкая была работа, шла притирка, но итог получился хороший. Педагог также не отстает от своего ученика. В феврале в Нижнем Новгороде подвели итоги 8-го Всероссийского фестиваля конкурса творческих, научных и методических работ преподавателей кафедр и отделений народных инструментов музыкальных учебных заведений имени Чайкина. Надежда Константиновна стала лауреатом второй степени. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.